друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что давайте с вами пройдемся по последнему киношедевру на канале big big family лена только что выложила ролик вот буквально только что под названием спрашивали отвечаю они все правильно делают они лучше знают ну и опять закупка и так далее ну что друзья мои начнем мы с вами с самого начала ну а потом я выскажусь относительно всей ситуации про которую нам здесь лена рассказал ролик начинается с того что лена рассказывает о том как же у них проходит утро и говорит у нас утро ну как лет утра половина двенадцатого мы говорит только-только встали вот только встали но проснулись мы там где-то в 10 и вот только-только сейчас мы встали ну что ж как говорится счастливые часов они наблюдают хорошо когда есть такая возможность поспать поваляться подольше даже имея друзья мои несколько несовершеннолетних детей вы знаете далеко не всем мамочкам это удается я думаю все меня прекрасно понимают далее лена рассказывает о том что маша по-прежнему болеет но то что маша заболела мы это слышали и то что лиза заболела мы это тоже слышали и то что маша чувствовала себя очень плохо и то что маша сидит на антибиотиках лена это подтвердила и сейчас и говорит маша очень сильно болеет маша горит больная но при всем при этом гуляла с собаками ну так на секундочку лена посмеялась и сказала да да вы не слышали стипа маша болеет но при всем при этом маша выгуливала собак вот здесь друзья мои вы знаете вот эти вот смешочки лины выглядят как-то очень мне кажется нелепо да хочется задать вопрос кто мешал тебе встать пораньше и выгулять собак а кто мешал опять же лёве встать пораньше и выгулять собак я понимаю прекрасно защитники лены начнут писать что вот а кто хотел собак все кроме лены лена вообще собак и кошек никого не хотела но сушите извините в ситуации в жизни бывают разные да опять же гуляет собаками не всегда именно тот кто заводит и хочет этих собак а тут все таки ситуация когда маша чувствует себя плохо она действительно болеет вот знаете здесь мое мнение человек по идее да ну как это же мама ты же мамочка это же твой ребенок который болеет для этой лишней возможности лишнюю возможность полчасика поваляться в постельке по крайней мере да не бежать на улицу с собаками сломя голову тем более лена рассказывает о том что маше даже антибиотики не помогает далее далее лена опять начинает рассказывать про собак про то как собаки и и достали в общем вечная эпопея с собаками эти я уже говорил на эту тему сейчас еще повторюсь да вот не было печали купила баба порося точно так же и здесь я такая героиня вся из себя такая героиня я вот оставила собак себе и это даже не обсуждается но при всем при этом я буду рассказывать про этих собак как они там все жрут все ломают все крушат и смеется по поводу того что вот это вот собака есть постоянно непонятно что жрет абсолютно все что не приколочено и то что можно есть это что есть нельзя мне кажется здесь ничего смешного нет потому что собака может нанести себе вред таким образом да и собаку все-таки как ни крути надо хотя бы немножечко воспитывать но лена лена всегда будет настаивать на своем лена такой человек понимаете вот если она решила значит будет именно так даже если это будет не во благо но лена всегда будет настаивать на свое да но это хорошо тогда когда это во благо но когда это идет исключительно во вред то вот это как-то знаете выглядит со стороны как некое самодурство но это опять же мое мнение и как я всегда говорю это мое мнение которое я никому не навязываю далее друзья мои лена повезла машу на работу и говорит ну да маша болеет маша очень плохо себя чувствует опять повторяет лена но говорит вы же понимаете говорит на работе и и некому заменить вот говорит как маша летала отдыхать в калифорнию да так и сейчас вот те говорит разлетелись все говорит поехали отдыхать и вот машине еще не помогает едет смеется рассказывает эту ситуацию блин ребят я просто в шоке то есть мало того что ребенок а маша все равно еще как не крути ребенок да но опять же понятно что она уже девушка и так далее но в любом случае это же твой ребенок да то есть дети остаются детьми и мы остаемся детьми для наших родителей для наших бабушек и дедушек до конца дней да но то есть твой ребенок заболел плохо себя чувствует ты говоришь таблетки лекарства не помогают вместо того чтобы опять же настоять да да любая мама сказала ты что с ума сошла да никакая работа да пусть как хотят пусть там заменяет пусть не заменяет вплоть до того что там уволишься и так далее найдешь себе другую работу но нельзя в таком состоянии если действительно плохо а по маши видно что ей явно не хорошо что маша уже выглядит как обморок в этой ситуации то есть вместо того чтобы попытаться хотя бы как-то повлиять на машина решение не ходить на работу все нормально маша везут на работу лена смеется маша выгуливает собак больше же действительно некому подменить машу не интересно когда маша свалит когда маша уедет из этого друзья мои бедлама из этого колхоза что же там будет с этими собаками мне даже если честно становится страшно и честно когда начинают говорить да да это этих собак да там отдай да и так далее ведь мне собак жалко по той простой причине потому что ну это же не игрушки это живое существо которое привыкло которое любит да которая ждет посмотрите как они ее встречают ладно далее лена рассказывает про лизу говорит что у лизы все хорошо все нормально лиза идет на поправку но и начинает рассказывать о том что многие задают вопросы а лена объясняет она говорит вы понимаете у меня есть такая рубрика да ответы на вопросы но говорит делаю я такой ролик ну я думаю все старенькие зрители да помнят прекрасно что лена делает ее исключительно где-то раз в год она горит я трачу на это несколько часов на самом деле друзья мои несколько раз попыталась посмотреть вот эти вот эти ролики да ответы на вопросы которые часовые многочасовые но честно до конца досмотреть они не получалось это было очень долго очень муторно и собственно ни к чему ну и лена далее начинает свой монолог лена начинает объяснять как же надо вообще коммуницировать собственными детьми лена говорит вот сейчас вот сейчас я вам расскажу говорит вы знаете вот кто мы такие да вот по поводу детей я говорит учу своих детей чтобы дети ценили свою свободу мол дети мои старшие все абсолютно правильно делают здесь то есть лена пытается как бы защитить своих детей да от тех наездов которые так или иначе появляются в комментариях как у лены так собственно и на моем канале но говорим про ленин канал естественно да так вот а ну все понятно да все понятно но опять же опять же когда лена рассказывала про то как ей было плохо и как никто не смог ей помочь в тот момент даже выгулить элементарно собак то есть ребят я вспоминаю все предыдущие моменты все предыдущие года когда они жили вместе помните ту ситуацию с вовой когда вова просил вызвать ему скорую алена была в шоке от того что как ты что с ума сошел да какой же счет придет вместо того чтобы переживать собственно за вове на состояние за вове на здоровье я помню прекрасно те моменты и зрители мои вспоминали это в комментариях да я это помню когда маша было очень плохо она лежала там буквально буквально пластом да не вставая когда им было очень плохо на что лена тоже точно так же ходила смеялась улыбалась то есть я так понимаю что это но это так принято у них семья понимаете то есть как то вот 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 нет чего-то все-таки родители не додали их родители не додали лени и вови да и елена с вовой в свою очередь тоже не додают вот этого понимания семьи да мы семья да семья то есть там один за всех и все за одного как-то ну вот все-таки далее лена начинает рассуждать на тему свободы свободы что мол у детей должна быть свобода я учу детей ценить свою свободу и мол если там что-то даже вот нам взрослым не нравится это мол все равно выбор ну наших так скажем детей да и не надо мол лезть к нашим детям и лена произносит такую фразу она произносит ее таким грубым матом прямо таким грубым я не знаю для чего лена это делает но она периодически любит вставлять такие именно грубые словечки даже мат можно сказать по-разному да и она говорит самое главное от е ну отвалить да от е это вот уже там дальше было от своих детей и то есть сам живешь и дай жить спокойно другим ребят таком случае знаете мне хочется сказать вот по идее ленин посыл был абсолютно правильно но почему-то знаете то что дозволено юпитеру не дозволено быку почему то лена с вовой нарожали детей набрали собак набрали кошек и котов кстати да то есть инициатором там выступали абсолютно все а теперь все свои вот эти вот проблемы сваливают почему-то на ту же машу да лиза открестилась отвалилась от них как говорится да уже перекрестилась наверное левой пяткой скажет нафиг нафиг подальше от них да маша как я уже говорила маша не может сказать нет да машину это тоже уже все надоело но почему-то лена вместо того чтобы заниматься своими обязанностями своими проблемами и детей младших выражали не для маши не для лизы не далёвой да ну так на минуточку а теперь что мы видим дети младшие исключительно там где-то там с левой с кем угодно в гаджетах но только по сути не с мамой собак тоже взвалили на машу да то есть свобода чья свобода мне просто интересно ленина свобода ну хорошо окей лена я смотрю свободно абсолютно от всего в том числе и от своих обязанностей я проснулась я встала в половину двенадцатого это на минуточку мать многодетного семейства ну так опять же на минуточку я еще раз делаю акцент не каждая мама в многодетной семье да в семье где один или двое детей далеко не каждая мама может себе позволить валяться до половины двенадцатого в кровати это конечно круто но извините столько дел получается это крайне редко но что ли на рассказывая про свободу до говорит надо ценить свободы других и так далее выбор других и не лезть опять же что значит не лезть родитель может поговорить по душам можно всегда принимать активное участие в жизни своих детей можно подсказывать можно направлять можно что-то что-то советовать тогда когда допустим там ребенок спрашивает твоего совет никто не говорит о том что надо решать да и режим в семье должен быть такой как вот авторитарный да лена видимо забывает о том что когда ее дети старший даже вот мы же с вами это все видели поскольку мы смотрим этот сериал когда ленина старшие дети пытались что-то сделать по-своему лена всяко разно настаивала на свою то есть сейчас она говорит о некой свободе а где вот эта свобода в отношении ее старших детей и вы знаете вот в моем понимании не лени лучше бы лена об этом не говорила лучше бы она занималась своими детьми далее лена съездила в магазин приобрела там фильтры да говорит вот я посмотрела там ролик где вова выбирал эти фильтры и так далее ну а потом поехала значит домой приехала забрала машу с работы опять рассказывает о том как маша себя ужасно чувствует и показывает нам что собственно маша приехала домой и маша пытается поесть ребят когда я увидела что маша пытается поесть мне честно стало стало настолько жалко машу вот реально маша сидит и пытается поесть вот этот вот рис который лена покупала в упаковках до в костках который там можно залить водой и все этот рис уже короче готов короче есть там было абсолютно и так понимаю ничего и маша поела то что смогла приготовить быстрее всего в микроволновке вы знаете в этот момент мне стало так жалко машу которая выглядела просто как привидение потому что она бледная она болеет ей тяжело да у нее нет сил и захотелось сказать лень и следующее лучше бы ты не рассуждала на эти темы по поводу того что свобода живи сам и давай жить другим это все понятно это все прописные истины да лучше бы ты за это время приготовила бумаж и поесть ведь ты знала во сколько твой при ребенок приедет домой с работы ты же ее забираешь с работы да взяла бы приготовила маша что-нибудь какую-нибудь вкусную домашнюю еду ведь ты же рассказывала о том что именно маша обожает домашнюю еду какую-нибудь пюрешку какой-нибудь бульончик да какую-нибудь курочку какие-нибудь тевтельки что-нибудь такое домашнее чтобы маша придя домой почувствовала мамину заботу вы знаете а тут получается какие-то рассуждения про какую-то непонятную свободу свободу в чем в том что родителям абсолютно пофиг на детей в том что мама вот показывает свое пофигистическое отношение а ну ладно болеешь ну и болей да а ну заварила там себе какую-то херню да ну и заварила ну пошла с собаками то и пошла я посидела посмеялась да пошла на работу ну ладно заменить же неким интересно если у него температура 40 тоже и надо будет идти или ползти на работу ребят я честно в шоке вот глядя на всю эту ситуацию хочется сказать лен лучше бы ты не рассуждала на эти темы а занималась бы действительно своими детьми в общем ребят чем дальше как говорится чем дальше в лес тем больше дров это на самом деле ну понятное дело уже все давным-давно обратили внимание на колечко маши на пальцы помолвка все-таки состоялась и насколько я понимаю лена рассказывая о том что дети все делают правильно дети сами знают как делать даже если нам не нравится их выбор я так понимаю здесь все-таки лена кидала ну так скажем образно забрасывала камень в огород маши потому что насколько я понимаю лени не нравится помолвка маши лена видимо не 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 недовольна выбором маши а вот до выбором так скажем молодого человека который подарил вот это вот кольцо но с которым состоялась помолвка машу поздравляют знаете а в принципе вот я бы пожелала маши конечно огромного счастья и мне бы очень хотелось чтобы у этой девушки да и собственно да и у всех детей до у лены но особенно у маши потому что маша всегда очень старалась для семьи чтобы в ее новой семье которую она сама создаст со своим любимым человеком действительно была любовь забота не только на словах а и на деле где бы все члены семьи стояли друг за другой горой и как-то знаете старались старались да то есть подставить плечо в нужный момент ну как бы то как делают всегда во всех нормальных семей честно вообще не поняла в этой ситуации лену вот это вот говорить вот это выкладывать да может быть конечно она это сделала специально ради того чтобы знаете комментариев было побольше чё к чему печенье к лыжам короче непонятно ну а ленины защитники на моем канале продолжают устраивать истерики друзья мои причем массовые такие знаете помешательства и написывают мне всякую ерунду особенно мне нравится когда когда они пишут по поводу личные границы оказывается обсуждая блогеров мы с вами нарушаем некие личные границы знаете я уже устала повторять но я повторю мне не сложно личные границы вы нарушаете тогда когда вы подсматриваете за своими соседями когда вы подслушиваете за своими соседями когда вы пытаетесь влезть в личную жизнь человека а вот личная жизнь которую блогеры в том числе и лена вынесли на просторы ютуба сами до собственного желания и одобрения это личная жизнь тут же превратилась в жизнь публично поэтому никакие личные границы обсуждая того или иного блогера мы не нарушаем ни в коем случае тут уже идет жизнь публичная и это уже публичные люди ребят вот такой обзор всем пока пока